Конечно же, изданы на английском языке различными издательствами, под руководством в том числе, конечно же, BBC. Это его фильмы. Первое. Зоологическое путешествие в Гвиану, 1956 год. Путешествие за драконом, 1957 год. Путешествие в Парагвай, а первое в путешествиях в еще неизведанную Южную Африку. Путешествие в рай. Путешествие под знаком Козерога, 1963 год. Книга «Взгляд туземца», 1976 год. «Жизнь на Земле», 1979 год. «Живая планета», 1984 год. Книга «Испытание жизнью», The Trials of Life, 1990 год. «Жизнь растений», 1994 год. Книги «Жизнь птиц», 1998 год. Книга «Жизнь млекопитающих», книга «Жизнь в природе», книга «Жизнь в микромире», 2005 год. Да, по мотивам, по содержанию того пятисерийного сериала, пятисерийного фильма. Была тоже снята фильм, снята, написана книга «Жизнь в микромире», Life Underground. Чем же уникальны и интересны фильмы и книги Дэвида Аттенбора? Фильмы очень интересны тем, что великолепной операторской съемкой. Крупным планом показывают в любую погоду, в уникальных местах, на плато Рорайма, на огромной высоте под дождем. Когда потеет, запотевает камера, где очень сложно добраться только вертолета. Труднодоступные места для оператора, для обычного взгляда, простого наблюдателя. И даже трудно добраться туда с высокотехнологичной техникой. А зато можно снять некоторые самые интересные, содержательные, великолепные сюжеты при помощи скоростной съемки, замедлить кадр и показать, как, например, взлетает рыба в последних фильмах Дэвида Аттенбора и хватает птичку, которая летит в океане. Рыба, охотящаяся на птицу, например. И такой сюжет тоже был в сюжете в фильмах Дэвида Аттенбора. Обычно фиксируются самые удивительные кадры, удивительные природные феномены, подмеченные различными зоологами, биологами, энтомологами. Удается зафиксировать, показать зрителю во всей красе. Конечно, подключается и команда BBC, которая подготавливает эти объекты, ищет их для того, чтобы показать их во всей красе миллионам телезрителей на телесериалах BBC. А потом в книгах Дэвида Аттенбора. Например, очень уникальные кадры были сняты в жизни птиц при помощи микрокамеры, которая была закреплена на голову гуся. И гусь летел и показывал высоко летящих в небе птиц. А вы чувствуете и видите себя, как гусь, летящий вместе со стаей. А телекамера показывает и облака, и летящую рядом стаи. А другая микрокамера забирается, например, глубоко под землю. Это в норку термитника, в муравейник с живыми муравьями, как я рассказывал, с гусеницами, например, глубянок, которые показывают крупным планом не только на цветочках, но и даже внутри муравейника. Крупным планом, рассказывая о жизни вживую телезрителям, а также тем, кто потом смотрит это на дисках BBC. А также это камеры, которые могут находиться высоко над землей, в кроне высоких тропических деревьев. Для камеры, которые ведут съемки под водой, показывают уникальные кадры обитателей рек, озер, болот, морей, океанов. Например, замечательные, показано рост растений в фильмах, жизнь растений. Когда цветок раскрывается кадрово в течение нескольких дней, а на экране цветок раскрывается моментально и очень быстро. Цветы растут, двигаются, двигаются. Они как будто живые двигаются, и это невозможно наблюдать в природе. Но ляпс съемка, тайм ляпс съемка, покадровая съемка в течение нескольких дней снимает, как растения растут и двигаются. И грибы, про грибы тоже есть, как грибы двигаются. Или происходит на экране настоящее чудо, остановись в мгновение, они растут, как по мгновению волшебной палочки. Кажется, что это так просто, когда уже смотришь это на телеэкране в ютубе. Но для этого нужно потратить уйму наблюдений и особенностей и телеоператора, и потом любви и восторженности, которые передает Дэвид Аттенборо, рассказать об этом. А вот скоростной съемка позволила замедлить движение животных. Это самый быстрый полет насекомых показать, полет птиц, летучих мышей, шмели, замирающие, зависающие в воздухе. Птицы калибри зависают перед зрителями в воздухе. Стрекоза, которая огромная на экране, слаженно-вслаженно, машет своими крыльями, делает виражи, пируэты, улетает в сторону. Древесная лягушка, которая прыгает, замирает в воздухе, раскрывает свои лапы. Видите, как она летит с ними, с лапами, как с парашютами. Это все снято благодаря замечательной скоростной съемке. Во-вторых, в фильмах Дэвида Аттенборо необычные объекты и места природы. При съемке фильма самые труднодоступные, самые слабо изученные места, которые можно найти. Куда добираются некоторые сейчас даже блогеры, но они не снимают такие великолепные фильмы на такой великолепный качественный фото- и видеоматериал, как в фильмах в BBC. Например, прекрасный фильм, снятый о райских птицах на острове Новая Гвинея, где показаны уникальнейшее поведение и ухаживание птиц, собирающие камешки возле гнезд. Дэвида Аттенборо снимал первым райских птиц на Новая Гвинея, когда еще были столько черно-белые фильмы, а потом уже возвратился туда через пару десятков лет и снял новый интереснейший фильм уже на цветную пленку. С великолепными, красивейшими видами и с великолепным движением, хвостиком, ухаживанием, которое демонстрирует эти райские птицы на острове Новая Гвинея. А, например, в Антарктиде он показывает крупным планом гнездо громадного альбатроса, сидящего как гусь с огромными большими птенцами. Так и думаю, что этот альбатрос сейчас долбанет Дэвида Аттенборо своим носом. Но, видимо, альбатрос может быть пластиковых бутылок уже наелся, что еле живой. Знаете, что альбатросы очень сильно гибнут от пластика, который поедают в океане вместе с рыбой. А может быть просто потому, что все-таки он спокойно себя ведет и альбатрос тоже уважает Дэвида Аттенборо. Или, например, первые фильмы, которые самые удивительные были сняты Дэвида Аттенборо. Это фильм, где он был рядом с детенышем дикой гориллы в Африке и даже немножко как бы играл с ним. Что было очень сопряжено с большим риском. Но Дэвида Аттенборо с его выдающейся улыбкой был просто неотразим. И очень трудно сказать, то ли он улыбался от страха, то ли от восторженности, то ли от удивительности этой ситуации. Потому что мама горилла была в два раза больше Дэвида Аттенбора, а по своему объеме, наверное, все в шесть раз было огромнее. И смотрела зорким взглядом за детенышей гориллы. Что еще можно сказать о фильмах Дэвида Аттенборо? Многие объекты показаны в его фильмах впервые. Самые-самые, уникальные-уникальные, самые феноменальные явления объекта природы. Например, это как расцветает цветок титан Ароны на острове Новой Гвинеи. Впервые было показано самое дождливое место и удаленное место на планете. Это плато Рорайма в Венесуэле. Самые голодные места на планете в Антарктиде были показаны. Например, это были самые первые съемки крупным планом крупного млекопитающего, самого крупного млекопитающего на живот на Земле, это плывущего голубого кита. На катере Дэвида Аттенбора тоже несся за ним и пытался даже дотронуться до него рукой. Впервые показывали именно в фильмах Дэвида Аттенбора раскопки на Мадагаскаре, во время которых были найдены удивительные яйца вымершей птицы Эпиорниса. Потом он в своих фильмах показывал склеенное яйцо Эпиорнисы из маленьких кусочков. И как местные жители приносили, рассказывали, что местные жители привозили на тачках целую такую гору разбитых шкарлупок из Эпиорниса, крупного вымершей птицы, похожей чем-то на страуса, жившие тогда на Мадагаскаре. И поняли, что на этом можно немножко заработать. И он уже сказал, что у меня финансы заканчиваются. Что еще есть было и было и есть в этих фильмах? Очень замечательные, интересные научные комментарии Дэвида Аттенбора как автора. Обязательно каждое явление должно быть документировано и озвучено словами автора. Он показывает те самые кадры, которые подтверждаются профессиональным документом, фиксирующий какой-то природный факт, феномен. Ничто не выдумано, все документально подтверждено. Его документальные фирмы о природе это доказательства различных научных постулатов, теорий. Это научные объяснения природных феноменов и явлений. Можно сказать, что фильмы о природе Дэвида Аттенбора наглядный, высококачественный материал по многим разделам школьной программы по биологии. И в фильмах Аттенбора, все фильмы Аттенбора характеризуются присутствием самого автора в кадре. Или немножко за кадром, при озвучивании показываемого сюжета. Винон сам всегда рассказывает о том и ином явлении природы, о растении. Удивляется красотами панорамы природы вместе со зрителями. Он сам же идет, надрываясь от едкого запаха, рассказывает об обитателях пещеры на острове Борнео в Индонезии. О пещерных тараканах, о летучих мышах. А даже в возрасте 80 лет он поднятый высоко в крону тропического дерева на подъемнике. Показывал, рассказывал и палочкой так, палочкой так гонял. Гонял, одетый в специальный шлем, в скафандр такой. Пчеловода показывал и гонял рой диких лесных пчел. Где-то в Индии или в Индонезии. Они сидели огромные, и когда их дотаю, они показывали, что они пугают. Они не взлетают все сразу, они достаточно миролюбимы. Но показывают, они начинают крылышками прибежать. И показывает, начинает жужжать и крылышками трепещет Показывает, что лучше нас не трогать И это показывал не какой-то скалолаз А сам Дэвид Атенборо, поднятый на подъемнике На приличную высоту, наверное, четвертого этажа И он палочкой, веточкой так дотрагивался и гонял их Интересно сказать, что в фильмах Дэвида Атенборо Можно проследить доказательства Теории естественной эволюции животного мира И в одном интервью он откровенно говорит о целесообразности природы И своем научном мировоззрении эволюции животного мира А в 2008 году он присоединился к заявлению Атеиста, биолога Ричарда Докенса и трех нобелевских лауреатов Колина Блэкмора, президента Королевского общества СССР Поля Нерси и профессора Майкла Рейса И 30 других известных британских ученых В котором в послании они говорили Поддерживая теорию эволюции и выступая за прекращение Преподавания креационизма В школах Великобритании То есть о происхождении животного мира Человека от божественной теории Профессор Докенс, Ричард Докенс Нам нужно прекратить называть эволюцию теорией В полном смысле слова она является фактом В настоящее время Дэвид Аттенбора Очень известный человек в Великобритании и во всем мире Он удостоен множества почетных званий, медалей, призов Член научных обществ В Великобритании 29 университетов Включая университеты Оксфорда и Кембриджа Лейцестера и другие Присвоили его почетное звание доктора наук Он посетил десятки стран И как говорит уже перестал их Пересчитывать практически весь мир В 2000 году Он снял фильм об острове Пасхи На острове Пасхи Забытые боги острова Пасхи Он также посетил в этом году Россию Где в Санкт-Петербурге Музей антропологии и этнографии Иран Ему удалось найти и показать Интереснейшие экспонаты с острова Пасхи К сожалению, Дэвид Аттенбора не был в Украине А вот помнится, что поездка в Россию и Украину Другого британского натуралиста И всемирно известного популяризатора природы Джеральда Даррелла удалась на славу И Джеральд Даррелл объездил тогда еще весь СССР И после этого был снят целый фильм Даррелл в России И многим биологам в бывшем СССР и в России Удалось встретиться с Дарреллом и познакомиться даже с ним Вот может быть даже если не этот локдаун и коронавирус Очень хотелось бы надеяться, что сам Дэвид Аттенбора Какую-то возможность посетить и заехать в Украину А пока что его показывают на телепрограммах BBC у него дома Дома и сделали специальную такую съемочную площадку И в нескольких интервью его уже показывают Как он находится дома Ему задают интервью и по скайпу По такому общению в виде телеконференции Он отвечает на многие самые разные вопросы Общаясь с небольшой программ С группой телеоператоров А его по скайпу показывают буквально онлайн В различных телепрограммах на BBC Прогресс достиг невиданных чудес Даже в период локдауна и коронавируса Дэвид Аттенбора остается активным И участвует в самых разнообразных телепрограммах на BBC Чему можно позавидовать И удивиться его энтузиазму Крепкому здоровью и творческому запалу И порадоваться за его замечательную улыбку Конечно же, если бы посетил он Украину Был бы замечательный визит человека Который всю жизнь посвятил природе и ее охране Такой визит мог бы реализовать уникальную возможность Простиво рассказать миллионам жителей Земли О богатстве животного мира, растительного мира В том числе и в Украине И о необходимости очень бережно относиться к этой природе И в Украине, и в России, и в Великобритании, и по всему миру И даже в тех странах, которые смотрят меня вот в русскоязычном пространстве И даже передают привет из Норвегии, Панамы И в Венгрии, и Турции, насколько я понимаю Благодарю вас за Фенома, Норвегию, Хангарию, и Турцией Републики These are visitors who visited my stream just now Sorry that I am just talking in Russian In English will be next time В следующий тайм, в следующий тайм, в следующее время Расскажу о Дэвиде Аттенборо на английском Для нашей англоязычной аудитории С показом моих визуальных журналов Которые могут показать Дэвид Аттенборо в нашей студии Хоть я и не в BBC И не телеведущий на украинском телевидении Потому что на нашем телевидении больше показывают различные шоу Не долгоносиков, вы понимаете Про долгоносиков можно было бы тоже рассказать Долгоносики уже ушли в эпоху, так сказать Их давно не показывают У нас других показывают разных долгоносиков А мои энтомологические рассказы вы можете увидеть на моем канале Если вам интересно И вы в первый раз зашли на канал Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И подписывайтесь на канал, если в первый раз И заходите на страницу в Patreon У меня под моим видео написано, что такое Patreon Какой есть линк, как поддержать канал Не только дружеским лайком или приветом Хотя комментарии под видео всегда приветствуются Это тоже развивает и движет наш канал Ну и даже финансово Своей кредитной карточкой Небольшим донейшеном Это немножко стимулирует А может быть даже немножко стимулирует Если вы почувствуете себя небольшим Рокфеллером А также если зайдете на страницу в Patreon Заметите, что вы можете почувствовать себя Одним из великих ученых Которые упомянуты на моей странице в Patreon И от имени этого ученого Вместе с нами Мы можем вместе снимать новые интересные фильмы Потому что на Украине есть Небольшие, средние, побольше Каналы блогеров Которые рассказывают о науке и о природе И там, надо сказать, есть целая группа Донатеров, спонсоров Можно сказать, таких Энтузиастов, которые поддерживают Науку и исследования И также вклад блогеров в развитие науки Посредством образования Так что заходите на мой канал Когда я буду рассказывать Об Давида Атенбора на английском языке Но я рассказал только немножко Я рассказал только по той статье, которая у меня На русском языке и на украинском Одновременно написана была Некоторые времена назад для журнала Страна знаний, Краина знаний И очень сжато У меня еще написана более крупная статья На 20 страниц Там, наверное, можно рассказывать Еще даже дольше, чем сегодня Но я постараюсь По-английски рассказать немножко покороче Покороче, как получится Для английской аудитории можно перейти Конечно, на английский язык И пообщаться И пообщаться с аудиторией Передавать привет Который будет более понятливым Нежели Многие говорят Почему не говоришь по-английски? Потому что у меня аудитория и по-русски И по-английски А некоторые понимают и по-русски И по-английски Ну а если по-английски кто-то не понимает То нужно немножко подтягиваться И подучивать Это очень даже понятно Может быть, тоже поедете в Великобританию Или в Америку Или в другие страны И тоже будете писать книги И снимать фильмы Которые попадут на BBC Так что спасибо за ваше пристальное внимание Ставьте лайки, пишите комментарии Задавайте вопросы Спасибо за ваш интерес За то, что зашли на канал Подписывайтесь И участвуйте в развитии науки на Патреоне Пока-пока До новых встреч на моем канале Пока-пока До новых встреч на моем канале